Монастыри почти со всей страны съехались в Улан-Удэ, чтобы представить свои лучшие средства от недугов. Однако для многих лучшего лечения, чем молитва, нет. Вот икона у нас, неупиваемая чаша. Очень сильная икона. Это чаша любви, милосердия и благодати. Бесконечного милосердия, любви и благодати. На выставке можно не только помолиться и приобрести средства народной медицины, а также культурно обогатиться. Ангелина Сапрыкина, член Российского союза писателей, новосибирская поэтесса. Расскажите, пожалуйста, в чем ваш главный посыл? Я рассказываю своим творчеством, в своих стихах о своей вере православной, о Боге. Мне хочется, чтобы каждый человек знал об этом и задумался о том, как он живет. И Бог даст, что благодаря моим произведениям люди придут к покаянию. Средства народной медицины, по словам участников выставки, приготовлены по рецептам, которые веками передавались из поколения в поколение. Монастыри со всей России представили свои лучшие лекарства. Кроме того, выставка будет интересна всем, кого интересует история Российской империи. Здесь представлены вещи, принадлежащие царской семье. Чудотворная икона с изображением царской семьи. Представлена инсталляция дома Ипатии, где была расстреляна семья. И полная выставка, посвященная царской Голгофе. В седьмой раз столица Бурятии принимает у себя эту выставку. Она открыта до 19 сентября в КСК ЗМК для всех желающих. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.